Как ты себя чувствуешь? Выдра, серьезно? Выдра. Да, все будет хорошо. Не хуже, чем обычно. В следующей серии мы с вами выясняли, в чем суть вот этой вот реликвии, которую мы нашли, когда якобы убили Таноса. Хотя я в это, в общем-то, не верю. И оказывается, этот горн может воскрешать мертвых. И одна из наших врагов, по-моему, Хара или Хала ее звали, она, короче, охотилась за этим артефактом, по-моему, называется горн, чтобы воскресить своего сына. И вот, мы в прошлый раз от нее отбились, Гамора меня спасла чудом. И, короче говоря, второй эпизод. Под давлением. Пока стражи стремятся найти ответы на некоторые сложные вопросы, Ракета вынуждена встретиться со своими самыми темными воспоминаниями. Их поиск ответов приведет к столкновению с коварным преступником и сложной фигурой из прошлого Питера. Сложная фигура, это, скорее всего, здесь имеется в виду, наверное, Йонду. Которого он встретил в церкви, когда сын поминал свою мертвую мать. Плюс Питер пока еще не знает, что Йонду это его будущий отец года. Потому что во второй части он признался, что, типа, он был его, ну, не то чтобы родным, или родным отцом, по-моему. Не, по-моему, он был отчимом. И вот он, типа, присматривал за ним, как Мэри Поппинс. Там даже была отсылка во второй части к Мэри Поппинс. Типа, мол, он там как-то так спускался, как будто как с зонтиком. Вот. И все. И все. В предыдущем эпизоде, скорее всего, здесь, наверное, покажут мои выборы, которые были. А может и нет. Не знаю. Давайте посмотрим. Так. Ну, это пушкой, с которой я... Улыбайся, суволочь! Епикае, Мазлопахи! Или Мазлопаха. Можно так назвать. Это я понял. У тебя есть то, что мне нужно. Кон вечности. Что-то круто. А в чем дело, Квилл? Мы только завалили самого крупного кадра Вселенной. И ты мне не даешь еще чуть-чуть попраздновать? Я все о Небуле думаю. Я не знаю, как она реагировала, когда узнать, кто убил Таноса. Ее собственная дочь. Ну, ничего не скажешь. Как ты сказала, она твоя сестра. Поверьте, не стоит того, что за нее бороться. Может быть, ты и прав. Это, если что, я выбрал, чтобы она поговорила с Небу. Танос истребил мой народ. Он уничтожил мою планету. Это было воином исключении. А когда... А теперь, когда он умер, спасли мне для нас станет Егор Лещ. Он еще показывал, типа, идеальный баланс. Его тело у вас? Я не могу в это поверить. Мы высшим к вам сотрудников своих. Галактика у вас вне оплаты долгу. Это, если чего, пропускного. Я их же тело отдохну. Я не остановлюсь, пока мы не захватим все до единой звездной системы в Галактике. Короче говоря, она пошла по пути Таноса. А я начинал с Тилетки. Ну, а нам только меня практически убило, но Горн меня спас. Воскресился это точение. Воскресил меня Горн. Как я помню. Но она меня не убила. А Гамора, по-моему, ее, скажем так, не очень сильно остановила. Она, по крайней мере, попыталась. Но не по-моему, не в итоге у нее ничего не получилось. Да-да-да, тебя спас Горн Вече. А то, кстати, по-моему, то ли надо его использовать один раз, то ли несколько раз. Я не знаю. Но когда, короче, он выключил Гвила, то он, как бы, это... Вот же чё! Oh, shit! Ну, короче, когда Горн вылечил Гвила, то он погас. То есть, получается, его то ли один раз можно использовать, то ли у него есть какая-то, ну, определенная зарядка. То есть, ну, типа, использовал, надо зарядить. Использовал, надо зарядить. Примерно как-то так. Ух! Жара сегодня у нас на улице. Поэтому все дело так вот, я тяжело дышу. Потому что у нас сегодня внезапно, внезапно появилась жара в мае. Потому что у нас до этого был дождь. И, опа! И у нас теперь сейчас жара идет. Солнце светит, всякое такое. Адаптироваться к выбору, это мы все знаем. Это мы знаем еще со времен Бадмана. 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 Чего? Нет, 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 нет! О, это темное колосло! Я еду! Назад, гнусный демон! О, в смысле?! Я же уклонился! Ё-моё! Чего вы, это же я! Я еду! Ой, стой! Это ненормально! В смысле? Ребят, это я, вы что?! Ребят, это я! Это Питер Лорд! В смысле, Звездный Квилл! То есть... Питер! Я думала, ты... Да, ну так... Видимо, я был мертв, а теперь оказывается, что нет. Это невозможно! Невозможно, это не то! Это... Очень странно! Откуда нам знать, что ты действительно Питер Квилл? Попробуй мне! Что ты ожидал, только я? О, давай! Кто еще повластны такие необычные движения из первой части? Стоп! 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 Как вот так? Это весьма неприятно! Хорошо! Отлично! Все успокоились? А? Все нормально? Нет, блин! Я есть грудь! Он прав! Мертвые не оживают! Это какая-то подстава! Я имею в виду, это ужасно! Ты видишь это, да? Эй! Я просто рад тому, что жив, так? Не плевать какой ценой! Ты же ничего об этом не знаешь, Питер! Что если это только временно? Что если с тобой из-за... Чего? Ага, легко сказать, плевать какой ценой! Что это было? Это Хала! Она нас догнала! Все наверху! Мы должны двигаться! Я уже умер сегодня! Я не хочу повторить это снова! Повторюсь, что она охотится за тем, чтобы воскресить своего умершего сына, который умер от Урктанаса! Все держатся! Сейчас немного тряхнет! Да, это поможет! Питер! Питер! Ты же только что погиб! Ты точно в состоянии летать? И еще как! Уж поверь, Гамона! Уж поверь! Спокойно, Квилл! Это ответ на твой вопрос? Не вполне! А, то есть я вас все еще не убью, окей! Да, есть Квилл! Квилл говорит, что его сейчас тошнит! Ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Думаю, мы их потеряли. Эта дамочка Хала так и не умирается. Зачем ей нужно что-то там вечности? Её корабль был полом нахуй Кри. Их там тысячи ханилистами в капсулах. Так, теперь меня может стошить. Ты можешь подождать, она может создать бесконечную армию Кри. А если эта реликия попадет в руки Халы, будет плохо всем. Согласен. Хотя я бы хотел убить, оживить, снова убить, потом опять вернуть к жизни, потом снова убить, как Хроника, а вообще её покатить и в МК. Мы поняли, Дракс. Вот теперь будет славный бой. Но ты так считаешь. Нельзя, чтобы он остался ей. Знаешь, я всеми руками за свободу мнения, но иногда дальше потом нельзя что-то там. Значит нельзя рисковать тем, что она заполучит. Не может ли Галактика сама себя посторожить? Я говорю, давай! Как далеко бы мы не убежали, Хала не сойдет с нашего следа. Что-то сегодня у меня как-то диалоги не очень получаются. Видит, Милана скоро не выдержит. После прошлого вывода в новом приземлении, я его едва поднял. Если мы не найдем где залечь, то... Ага, сделаю. Почему главный герой постоянно перебивает... Слушай, Ракета, мне надо, чтобы он... Мне кажется, я знаю, кто нам может помочь. Это как раз-таки район, ты вспомнил сейчас, да? Почему-то главный герой постоянно перебивает свои идеологии. Я не успела просто их дочитать, вот серьезно. Как, кстати, в Бэтмене двух сезонах. Раджак. Неоновый район. Раджак. По-моему, в фильмах Раджака не было. По-моему, это значит, локация из игры. Блин. Что-то у меня... Сопля внезапно. Что у меня с носом? Что-то у меня вычесался нос внезапно. Эпизод 2. Под давлением. Написано розовым цветом. Нормально. Где мы? Мне не нравится быть на открытом месте, когда на нас охотится Хала. Я буду говорить. Ну, или буду говорить я. Так, постучать, заглянуть, заглянуть. Квилл? Если ты там, неприятности у тебя на хвосте. Моему кораблю Каю. Ты единственным можешь его исправить. Йонду. Именно поэтому ты никогда никому ничего не ездил. Не видел тебя с тех пор, как ты бросил меня. Я пустошитель. Я слышал, ты теперь настоящий герой. Помогал ребяткам из корпуса Мова. Думаешь, последние мозги потерял? А я возьму и приму. Да, я герой ведь. Я герой. Не думал, что ты сам бескребецным, захоронопослушным гражданином. Как ты и сказал, теперь я знаменитость герой. Герой. Пусть ты не высокого мнения на этот счет, но в всем городе ты стал лучше после того, как Мобили Таноса. Чем ты занимался все это время? Научил тебя всему, что ты знаешь. Нечего меня нахваливать, господин герой. Ну, тогда захоти, пока тебя никто не увидел. Я так и знал. Устраивайся как дома. Как видишь, я не один с гостями. С своими друзьями. С деревом. Я думал, будешь только ты, Квилл. Они все мои друзья. Это что, Орео местное? Это мои друзья. Никаких растений на коврике. Это мои друзья, Йонду. У него коллекция гномиков, серьезно? Отлично. Ладно, сейчас быстренько познакомимся. Это Гамора. Ну что, приятно познакомиться. Убери пока не отрубила. Это Грут. Дракс, скажи здрасте. Это ужасно. Что ты думаешь, ты делаешь? Это моя рита! Войну нужно есть. Войну нужно есть. Ну и, наконец, ракета. Ракета! Ракета, блин! Не доверяю опустошителям, Квилл. Они выстрелят тебе в спину при первой же возможности. А Драксу вообще насрать. Ну, я не виноват, которые могут говорить. Я не могу говорить? Ракета, хорошо, ты перегибаешь палку. Серьезно. Ракета, мы гости внутри красивого дома Йонду. Не надо его взрывать или всех внутри разносить на куски. Здесь и так мусорная свалка. Маленький сыр только на пояс пойдет. Не серьезно, Ракета, ты уже начинаешь перегибать палку. Что в первом эпизоде перегму палку? Что здесь перегибаешь? Ты начинаешь бесить, серьезно. Я у этого мелкого урода не один год покупаю всякую мелочевку. А я с удовольствием принимаю деньги этого идиота. Принес мне что-то новенькое? О, что у нас есть? Но это не для продажи. Ну, разве не красотка? Кри его ищут. Пока ты не привык к нему слишком сильно, Кри тоже его ищут. И охотно убьют за него. О, я просто развелся. Потому что я предпочитаю, чтобы Кри охотились на твою школу. Не на мою. Дай-ка поглядеть. Давай. Только не увлекайся слишком сильно. Так, опять флэшбеки. Опять флэшбеки. Скорее всего там будет флэшбек с... Юным... Квиллом... И... С нестареющим Йонду. Серьезно, что в детстве Квилла, что сейчас... Йонду ни разу не постарел, серьезно. Максимум, что он обрел, так это шрамы. Очаровательно. Иногда надо отвлечься от проблем, чтобы увидеть, насколько они мелкие. Имеется ввиду звезды. Последние несколько месяцев было нелегко. Нам, обоим. Но... Я не всегда буду рядом. О, не говори так. Мы это уже обсуждали. Мы это уже обсуждали. Не говори так. Не говори так. Мне тоже нелегко. А что так звук тихий? Ты стоишь большего, чем такая жизнь, Питер. Я знаю это. Ты спасаешь галактику. Ты убьешь Таноса. И все изменишь. А что он шепотом говорит? Мы ведь на улице. Тут никого нету. Че ты... Постой. Все было совсем не так. Ты... Ты не говорил этого раньше? Конечно. Малыш, доверься мне. Я пытаюсь тебе помочь. Каждый раз, когда я туда смотрю, я нахожу что-то новое. То, чего я не замечала ранее. Присядь со мной рядом, малыш. Отсюда звезды видны еще лучше. Питер... Пожалуйста... Ну давай, почему нет? Ты же мам, в конце концов. Да, мам. Конечно. Подожди минуту, ладно? Апостол рискнула. Может все нормально. Отлично. Итак, на что нужно мне смотреть? Звезды. Не знаю, они не очень интересны. Орион. Это Орион. Несомненно. В самом деле. Первое созвездие, о котором ты узнал. А че так тихо-то? Я вроде громко звук делал, а все, ну тише. Они очень тихо разговаривают, серьезно. Опа, Орион исчез. Так, новая звезда появилась. Так, вон там новая звезда более подозрительно, нет? А, пофигу. А, подожди, че? Близнецы. Это... Близнецы, верно? Близняшки. Ага. Ты говорил, что они танцуют. Ага. Я думал, это вы с папой. У тебя очень живое воображение, Питер. Ну, главное, чтобы он этим воображением не перегнул палку. А то иначе он новообразит такое, что прям больно на это будет смотреть. Я скажу, что метеорит падает, серьезно. Вам не кажется, ребят, как будто метеорит падает? Большой пес. Думаю, вон то, большой пес. Выглядит, как собака. Верно. Когда ты был совсем маленьким, ты очень хотел щенка, но не мог его завести. Слишком дорого. Единственная собака, которая могла тебя быть, это созвездие. Созвездие. Каждый раз я спать, ты желал Псу спокойной ночи. А Псу на это было абсолютно плевать, потому что это созвездие. О созвездии не разговаривают. Вот это, по-моему, точно Орион, нет? Вот это Орион. Новое созвездие песочные часы. Это, кажется, Горн Вечести. Да, похоже. Присмотрись. Эта надпись. Ее там раньше не было. Так это все нереально, ты че? Что там было написано? Мам? Мам? Ты меня оставил одного, чтобы я смог научиться водить машину? Окей, не против, но ключи там не оставь хоть. И инструменты, и аптечку, хотя бы. Ищи меня, Питер. У меня возникает ощущение, что в каком-нибудь эпизоде он возьмет и с помощью этого Горна воскресит свою мать. Раз эта штука способна воскрешать все, что угодно, то... Ребят, чего? Не думаю, что они могут нас слышать. Кто именно? Ты сейчас видел это? Уже не один десяток лет прошел с тепло, как я видел лицо твоей матери. И вот это его нечто. Питер? Да, я не собирался показывать тебе свои личные воспоминания. Ну, слишком поздно, парень. Я видел все твои скрытные мысли. Что сейчас было? Да флешбек опять. Я видел маму. Слышал, что она сказала, да? Она хочет, чтобы я ее нашел. Погоди, смотри. Ну, воскреси! Ты че? Постой, я уже видел такие символы. Это древний язык Кри. А то есть ты ранее этого не замечала? А где ты это видела? Я, собственно, их мысли не слышу. Где ты раньше видела эти символы? Это было очень давно. Танос был что-то искал. Предмет с такими же метками. Дай посмотрю. Мы с Небулой украли у него его до него. Не знаю, что он делал, но моя сестра возможно сумеет что-то из него узнать. Если нам удастся найти Небулу, возможно она поможет нам это перевести. Ага, предпочитает, а потом отрубит нам всем головой и заберет голову к себе. Угадай, ради кого первого она его использует? Контраст? Ты слишком много волнуешься. Мы должны разобраться об этом раньше Хауэль. Ты что, сейчас слышишь? Я сражусь с Киборгом. Я сражусь с Киборгом. Знаешь, я с самого детства хотел сражаться с Киборгом. В смысле... Наверное, мечты и правда сбываются. Не хочу разрушить твои мечты, но нам, может быть, не придется с ней драться. Уже и помечтать нельзя. Недавно я пыталась связаться с Небулой. Благодаря мне. Ей не трудно было найти. Тогда мне лучше взглянуть на твой корабль. Может, мне нужно заняться кое-каким ремонтом. Топай, давай! Я есть грудь! Кто-нибудь уберите от меня, это сраное дерево! Громко жуёт! Хватит жрать! Ну так! Да уж, ты сейчас полезен для того, чтобы жрать. Орео. Космическое Орео. Хотя, если честно, самое лучшее Орео, как и по мне, это покрытое шоколадным кремом. Что у тебя, друг? Все в порядке? Послушай, я в этом не специалист, поэтому сделаю все быстро. Я знаю, что мы не знаем, что происходит на рейтинге, но точно известно, что она вернула тебя к жизни. И говорит, что ты не думал, как можно использовать эту силу. Моя мама. Ага, ага, именно. Нам обо мне мало что известно, но до того, как я встречался с вами, было... Вы... Что? Её больше нет. Но, может быть, с помощью треникви, я смогу её вернуть. Просто, я должен попробовать. Мы должны отправиться на полусвет. Не знаю, это логично сейчас отправиться. И это я понимаю. Надо узнать, почему это меня вредит. Ну... Эта помощь. Я должен спросить. Я не говорил никому об этом. Ну давай, ладно, доверимся один раз. Если тебе это так важно, мы отправимся туда. Для начала. Серьезно? Докс? Спасибо. От всей души. Помоги ко мне, мой мальчик. Это твоя подруга всё время роняет мне её на ногу. Я слепил. Поехали. Давайте идем. За дело. За дело. Прикольно, кстати. Вон, какой-то рисунок с пятиглаза делаю, вон. Прикольно. Ну ладно. Ну ладно. Я, если что, выбрал этот вариант, чтобы, типа, подбодрить ракету, чтобы он в будущем на меня больше не бычился. То, что, мол, типа, ты думаешь только о себе и всякое такое, о других не думаешь. На самом деле это не так. Скажи там своему мохнатому, чтобы хорошенько прогревал двигатель, и можно будет ещё полетать. Мне кажется, такой выбор ни на что не влияет. Куда полетил? Надо слетать небольшой крюк. Так, Лил? У ракеты было кое-какое дело на полусвете. Делать крюк некогда. В данный момент у нас более несущие проблемы. Питер, Питер, ты должен это видеть. Давай, покажи. Ты обещал, мы летим. Да, я знаю. Сейчас разрублю всё. Я нашла небогу. Она взяла корабль Таноса. Она направляется к отдалённому корпусу НОВА. Питер, ей нужно тело Таноса. И мы должны обидеть, потому что... Гамора, ой, Гамора, сорян, но я дал слово ракете. Я дал слово ракете. Им придётся подождать. Забудьте своё обещание. Нам нужна она для перевода надписи на Горде Вечности. Небул не станет ждать, пока мы её перехватим. Послушай, обещание есть обещание. Мы с Питером летим на полусвет. Я дал ракете обещание. Гамора, прости, мы летим на полусвет. Спасибо, приятель. Я твой должник. Гамора, прости, но... Я хочу восстановить отношения с Ракетом. Питер, но не было. Мы успеем. Мы успеем. Не волнуйся. Попробуй перевести нас в Сноргоне без моей сестры. Да успеем мы. Чё ты? Она не сможет его воскресить. Немедленно отправиться на полусвет. Обсудить всё со стражами. Немедленно. Я дал слово ракете. Как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Внимание всем. Мы летим на полусвет. Увидимся, Квилл. До скорого. А ты куда? Береги себя, чувак. Этот корабль, а не мусорный бак. Это корабль. Ты береги себя, Йонду. Я всегда берегу. Пока, Гамора. Мне всё ещё нравится его прическа в стиле панк. Серьёзно. Хала нашла нас. Опять? Вот это называется вовремя. Так, ладно, всё. Квала наготове. Мышка наготове. Вперёд. Давай. Так. А ещё что ли? Ну ладно. Полусвет, заброшена лаборатория. Давай. Давай. Мы всё успеем. Мы всё успеем. Но если она каким-то образом оживить Таноса, во-первых, это было очевидно, потому что Таноса невозможно так вот просто взять и убить. А во-вторых, сорян, я виноват. Тем более, как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Я вот сказал, что я пойду 29 апреля на Мстителей Финал. Я сходил. Я сделал своё обещание. И вот здесь то же самое. Я дал обещание ракете. И я это обещание выполнил. Да, кстати. Может уже пора? Так, нет, рано ещё. Продолжаем. Пока ещё рано. Что это за место? Что это за место? Дом. Дом. Был домом. Домом прекрасным. Я здесь не был с тех пор. Спасибо, что привёл меня сюда. Спасибо, что доверился мне ракетам. Я рад, что ты взял меня сюда. Мы здесь не ради этого. Давай. Так, у меня точно запись идёт? Да, всё идёт. Отлично. Продолжаем. Давай помогу. Ракет. Можно? Я помогу. Не трогай её! Ты о чём? Ты про Агорн? А кто ты там выкапываешь? Нет, серьёзно, кто ты там выкапываешь? Ракет! Эй! Так, у него тоже флэшбэк. Ракет тоже флэшбэк. Незаправно. Объект хорошо реагирует на программу. Жизненные показатели хорошие, отражение искусственных позвонков и нейроимплата не проявляется. Ээээ, ты кто вообще? А, ну это когда, короче, этот, но... Экспериментировали над нём. Это ещё было в комиксах. Единственное, с кем хочешь что-то случилось. Получилось. Послучилось, получилось. Всё зависит от тебя, другая. Ты внезапно голый, без штанов. Непривычный вид, генотый без штанов. Ракет! Ракет! Чего? Кто это со мной разговаривает? Как ты себя чувствуешь? Я слышала тебя кричит, потому что эти стены не абсолютно сигналы. Да, всё будет хорошо. Но не хуже, чем обычно. С каждым разом уже не так больно. Выдра. Ну что, получилось? Ты имеешь в виду это? Это же тот, что надо, да? Да. Это он. капец все что нужно было сделать как только про компьютер закончить работу мы сможем выбраться сложная система безопасности скрываем оси и в свои двери письма их как я верно мне кажется ты волнуешься ни разу ты исправишься я тебя не подведу выдриха я тебя не подведу лила лила туранга блин лови смысл лови я поймал отлично тебя тебя послушать так совсем просто височек энергии разводка всей покорной всякой покорной ладно наступает момент кисти его там снизу ты знаешь что у тебя ушка дергается когда ты расстроен это так мило блин кого-то ты мне напоминаешь о я вот как это ты милая не серьезно кого-то она мне напоминает вообще-то ты очень я очень оскорбительно почему ты все время хочешь такую гримасу называть улыбаться ты можешь когда-нибудь поправить нравится это выдра она как будто из какого-то диснеевского мультика из мультика pixar если уж на то пошло она код она она код и мне напоминать но я не помню кого-то милой теперь мне еще нужен только дисплей и дело сделано ну а забьем на 1 несколько раз нажимать сейчас выпустим так и жмойкой ну чего да теперь рассихронизировать данные с местной сетью у меня все время один и тот же сон все тот же я снова где-то под открытым небом там тепло солнце яркое и ничего не слышно только как рулика же учить и чё а в чем проблема тема чего тема прекращения восемьдесят девять пять четырнадцать все кажется таким настоящим ты попадешь туда в любом случае славный сон лила обещаю ты снова все это увидишь подожди только мы всю жизнь работаем чё нужно открыть клетки за этой дверью должен быть коридор оттуда сделаем рывок к главному ходу я когда выберусь то найду это место и хочу чтобы ты был со мной мы найдем рывок я знаю что будет там я с тобой хоть куда угодно мы найдем дом где-нибудь мы найдем себе дом спрятай быстро объект 89 и 14 прогресса по прежнему нет начинай ракет готовь летательную инъекцию а он в курсе что животное разговаривает мне интересно узнать нет ракет я не могу не теряй надежды не теряй надежды ладно это еще не конец ты слышишь меня ну все спокойно ракет ракет я... чего лила все минус лила чувак ну ладно мы еще можем спасти давай лила опаньки так спокойно так жмыкай 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 ну давай 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 е е q а е q е все отлично 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 чё да чё так минус 1 дрон так спокойно нет ушки нет ушки хватит с меня сегодня исследований достаточно сегодня с меня исследований так спокойно найс найс так бежим 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 пиксаровская выдра надо идти надо идти она ведь выдра я такую да или калан хотя калан и выдра это младая о спокойно так все успел что ты делаешь пошли ну ранена летательная инъекция ошибись нет я думала может справлюсь это дроносон это у него не может быть прости бегал вот вы где убейте надо было заградить с собой я не уйду без тебя лил я еще сумею на твои тимпет пока я качаюсь а то и парочку без них смогу собрать с собой что иди ракета я не оставлю тебя умирать но уж нет ты не умрешь я этого не отпущу пожалуйста не делай все еще лучше чем есть живи ракета так он так он так будет жить значит это же это же флэшбэк а не бывает умер в целом флэшбэке так если честно ой ладно а если хочешь чтобы я ушел я уйду а ступай ты должен уходить немедленно а есть еще выбор сделать как она хочет уйти одному вынести лилу из амбратории вынести ты собираешься бежать беги ну и же мы уйдем отсюда оба Эй спас А что он встал и Ооо спокойно быстрей 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 они почти закрылись неет быстрее все ребят сбрались а что ты сразу не сделал как она нажимала вот эту панель всяко токое она всю нажала но я его сразу вынести Чего ждал? Какого хрена? Чего? Природа, деревья, чё такого? То, что ты заразилась, ещё не значит, что мы не можем тебя вылечить. Всегда есть выход, знаешь ли. И скоро мы тебя воскресим. Ракет, дать я. Клишированная фраза, самая клишированная фраза. Нет, нет. Ну, Джек, не бросай меня. Никогда. Мне никогда тебе не говорилось, что я... Люблю тебя. Да? Это самая клишированная фраза из всех. Как и вот этот, пожалуйста, не бросай меня. Это было очевидно. Ракета никогда этого не забудет. Нет. Лила. Туранга, блин. Да ладно, не раскисай. Я ж не зря... Я ж не зря тебя привёл на эту планету, чтобы воскресить её. Я ж не зря это сделал. Плюс заодно будет ещё... Кое-кто в команде. Да она чё, уже сгнила вся. То, что... Ты не имел права это видеть. Ну, прости. Смотри. Ну, послушай. Ну, извини. Теперь поздно извиняться. Но я всё равно хочу помочь. А в смысле ты её закопал под грудой камней? Серьёзно? Тебе не кажется, что она слегка придавленная? Ничего не получилось. А всё, мы опоздали. Почему не сработало? Давай. Я надеюсь, что всё срабатывает. Я тоже хотел, чтобы всё сработало. Ну же, вернись. Она всё ещё... А может, она уже сбежала, нет? А её там нет, что ли, под гудой камней, так понимаю? Забирай. Извини, что затащил тебя сюда. Да ладно, всё нормально. Хоть мы узнали твоё прошлое, и уже хорошо. В двух частях этого не показывали, а здесь вот решили взять и показать. Я даже придумал название серии. Флэшбэк ракеты. Помочь ему снова хоронить ракету, дать ему понять, что можно уходить. Помочь. Я с самого начала хотел это сделать. Вот после этого у него доверия должна быть 100%. Серьёзно. Он этого не забудет никогда. Серьёзно. Так же, как и смерть Лилы. Ну. Так, а вот, ребята, Санта-Барбара с флэшбэками от ракеты. А теперь отправляемся к Небуле. Спасибо. Ну, за то, что... Я понимаю. Обращайся к мне. Я знал, что тебя были другие дела. Всегда, пожалуйста, ракеты. Зачем тебе... Зачем ещё нужны друзья? Опять же, клишируемая фраза. Потому что эту фразу услышал раз в миллион. Нет, нет, давай. Пожалуйста, не делай это. Ну, нет, ну, же, пожалуйста, ну, не надо. Ладно, мне пора. Давай, иди. Хорошо. Ты вернулся? Отлично. Ну, всё, оправимся к ней, блин. Положи не было принялась разносить обампотского пасынова. Ну, извини. Я должен был ракете помочь. Надеюсь, мы всё ещё догоним. Догоним, не волнуйся. Всё нормально будет. Это, знаете, вот эта вот миссия с ракетой, она мне очень сильно напоминает вот эти вот миссии на доверие в Mass Effect. Когда вот, короче, когда ты... Ну, не персонажа, а одного из героев из списка во второй части. Если вы помните, был такой отдельный список. Героев, которых нужно завербовать. И вот ты их вербуешь, и потом через некоторое время у них появляется задание, в которой, когда ты выполнишь это задание, то ты получаешь от них стопроцентное доверие. И вот это вот доверие потом влияло на концовку самоубийственной миссии. Вот это вот очень сильно мне напоминает те самые миссии из Mass Effect 2, когда нужно было пройти миссию на доверие. Монитор. Выбрасывая углекислого газа в норме, двигатели работают ровно, красный огонёк красиво мигает. А, ерунда. Скорее всего, всё нормально. Так. Можно в гуру посмотреть? Ещё раз. Ты куда? Не сюда. Ну-ка, стол обойди. Вот. Нет? Я не могу это тронуть? Так. А вот это что такое лежит? Бейсбольный мяч. Забавно, насколько чужие начинают. Со временем казаться всё моё земное барахло. Ладно тебе. Так. А я могу... А я могу с Гаморой поговорить? Мол, типа, улавить все отношения. То, что, мол, типа... Да ладно тебе, я помог к ракете. Чё такого? А я могу ещё её комнату поставить. Таинственный ящик. Она сейчас скажет, не трогай. Что это такое? Не твоё дело. Не заставляй меня жалеть о том, что я тебя отпустила. Сунуть нос! Я же сказал, не твоё дело! Вайда, ладно, но я... Убирайся. Ну-ка, ещё раз зайти. А всё, уже нельзя зайти, да? Ну, сучка. Чё ты такая? Ну-ка, магнитофон. Он работает, что ли? О, да! Ракета его починил. Так, надеюсь, там не лицензионная музыка, да? Пуск. Ну-ка. Ну-ка, пусть будет. Хотя там, по сути, ничего такого не слышно. Прикольно. Палка. Чё за палка? Круто. Возможно. Так, а... Иллюминатор. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Мама любила отсюда поглядеть на звёзды. Так, а... Комфета. Кто съел все конфеты? По-моему, оказывается... Догадываюсь. Дракс. Ну-ка, каюта Питера. Может, там что-нибудь новое есть? Появилось? Нет? Так, по-моему... Так, модель. Да я знаю задание. Не напоминаю меня. Единственное в моей жизни под акробиенку. Он нашел в мусоре на углу... На углу на грузовике. Расказал, мол, он ему... Меня напомнил. Ну, ладно, допустим. Колонки. Ракета мне не разрешает их отнести в кают-компанию. Ну, как знаешь. Надеюсь, кстати... Да, подожди, там ещё была какая-то штука. Зайди обратно. Там ещё была какая-то штука, я видел. Вот, вот, вот она. Конфета. Серьёзно? Они ж тут повсюду. Так, как я говорю, это Дракс, мне кажется, их делал. Я так понимаю. Ну, я вот просто, ребят, думаю, что, типа, мол... Она же один раз меня выгнала. И когда я в следующий раз какую-нибудь миссию выполню, она, мне кажется, даст мне второй шанс и путит меня на каюту. Просто сейчас она должна выдохнуть после того, как я взял и случайно... О, а ещё осмотреться. Сунул свой нос куда не надо. Хотя, наверное, надо было сначала осмотреться у неё в каюте, и только потом совать свой нос. Да? Наверняка. Наверняка. Потому что по-другому никак. Так. Куда теперь пойдём? Так, это чё? Так, это какой-то Питер, это я уже был там. Так, а можно ещё осмотреться? То есть, вот здесь, вот, например, посмотреть. Так, это чё? Вот это чё? Так, отсюда нельзя. Хорошо. Так, вот здесь. Здесь тоже нельзя. Так, а чё? Стой! Назад! Что это? Опять конфета? Чё, слушать хочешь? И поспи! Это был я! Понятно. А я надеялся, что Дракс. Ну ладно. Раз не Дракс, то пофигу. В мостик войти. Так. А я могу здесь поговорить, например, с Аркетой, с Драксом? О, Дракс! Да, поговорим! Эй, Дракс! Эй, Дракс! Ты в порядке? Пока был жив Танос, я был воином, с единственной целью жизни. Сейчас же я бесполезен. На самом деле нет. Всё остальное показалось мне весьма невероятно. Бодрей, здоровяк! Ну, ты и Гоморра думали холла. О, давай, Дракс! Дракс, бодрее! Надо видеть позитивную сторону. Помни, по всем плохом есть что-нибудь хорошее. Не всегда. Я так не думаю, Питер. Я тоже. Очевидно, мои навыки тебе уже не так полезны, как нам. Я надеялся. Ну, вот я с тобой не соглашусь. Попробуй покрыти с тобой. Может, они тебе научат чему-то новому. Помогут найти новую цель в жизни. Кого бы ты предложил? Я не знаю. Я не думаю, что ни в чем не хотят. Сходи к ракете, может, он тебя чему-то научит. Он маслкастый. У меня тоже есть руки. С ними можно было так же поработать, с инфигурой речи. Да, спрошу грызуна. Мне пора. Злёздный лорд. Да? Мне кажется, тебя по-прежнему беспокоит видение твоей матери. Как и есть. Я их не понимаю. Я просто не знаю, что они значат. Но я хочу выяснить больше, чем мне сегодня пришло. Если бы у меня были визы и мои семьи, я мало что не сделал бы, чтобы узнать правду. Спасибо, что спрашиваешь, Дракс. Мы же друзья. Полагаю, друзья поступают именно так. Ты верно понимаешь. Ты верно понимаешь. Так, а что, с Грутом нельзя поговорить, я так понимаю. Потому что он будет всё время пытаять одну и ту же фразу. Типа, я из Грут, я из Грут, всякое такое. Так, пульт на мостике. Оправится ловить небо на новом постку опускного. Так, вот. Именно туда мы с вами и пойдём, скорее всего, в следующей серии. Потому что... Эй, все ставят всех на мостик. Летим на новом постку опускного. Перехватим там небо. И вот на этом моменте Патрика Альфа. Лунного постку опускного. Так, вот сейчас должно быть сохранение. И на этом, ребята, мы пока, наверное, закончим. Потому что уже достаточно много времени прошло. А именно для флэшбэка ракеты. Так, вот всё, сохранение прошло. Давайте пока на этом с вами, ребят, закончим. Наверное. Сейчас посмотрю. Да, ребят, наверное, давайте пока что на этом закончим. Потому что много времени достаточно прошло. Плюс ещё мне сегодня надо попробовать записать ещё одно прохождение. Кое-какое. Не скажу, какое. Сами можете увидеть на канале. А так, пока что. Спасибо, что вам там сидели. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Комментируйте. Нажимайте на колокольчик, дабы знать мои события. Ссылка на мой канал в описании. Всего удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok